Добрый день дорогие друзья! Вы снова на нашем шашечном канале и с вами международный гроссмейстер чемпион мира Андрей Валюк. Сегодня замечательная прекрасная погода в Минске. Мы решили снять для вас это видео и показать как можно научиться играть в шашки. Вот. В том числе и погода в Минске. Надеюсь, это видео поднимет вам настроение. Хочу сегодня разобрать еще одну партию международного гроссмейстера Евгения Кондорченко из Гомеля, которую он одержал в юбилейном в 701-м победном турнире на Гамблере над белорусским мастером паралимпийским чемпионом среди слепых Дмитрием Фадеевым. Итак. Был разыгран достаточно сложный дебют. Евгений играл черными, Дмитрий Фадеев белыми и белые сделали ход наоборот. Ну, сюда ходить бесполезно, потому что после размена фланг белых останется слабым, у черных не никаких слабостей нету, то есть преимущество будет у черных. И белые решили таким вот образом развить свои силы и, естественно, нацелились на постановку. Вообще, позиции, когда у черных в дебюте бортовая шашка H2, как правило, черные ведут атаку на этом фланге, да, белые пытаются наладить контр-игру на левом фланге, потому что атаковать в ту сторону, даже вот если мы поделим доску пополам, да, 5 на 7. И посмотрим, с каким мастерством черные победили в данной партии. Последовал D6E5 ход, то есть связали шашки белых, не дают им развиваться туда и план атаки достаточно четко проглядывается. АБ-4. Поставили. Белые уходят на борт, да, сохраняя колонку, в надежде, если черные пойдут в центр, белые пойдут в центр и эта шашка окажется изолированной и может быть подвергнута нападениям. G6. К этому ходу надо поставить восклицательный знак, потому что черные заставляют белых играть на слабом фланге, что выгодно, конечно же, черным. Белые напали, ну, я думаю, что все-таки следовало им предпочесть активный выпад, да, потому что черные заняли активное поле, белые бы заняли и таким построением начали бы давить на фланг. Нам последовало в партии нападения. Временная жертва и черные опять продолжают контролировать это поле. Черные побили, белые сделали такой ход для того, чтобы опять построить колонку и контролировать развитие. Черные комфортно выходят в центр. Что остается делать белому? Последовало CB4. AB6. Ну, на этом фланге у белых ходов нету. BC3. SG7. Нападение парируется жертвой. С прекрасной позицией. Белые разменялись. Черные разменялись. Как мы видим, дебютную, так сказать, развязку выиграли черные. У них большое преимущество, у белых бортовые шашки. Вопрос в том, реализуют ли черные преимущества в этой позиции. CD4. GF6. Белых план 1. Встречный выпад. Надо бить назад. Побили. Еду 2. D7. Достаточно четкий ход для того, чтобы вот эти две шашки успели после размена проконтролировать два центральных поля. Белые поменялись. CD6. Что хотят белые? Хотят проскочить для того, чтобы без защитника прорвать фланг. FE5. CD2. BC7. Позиция сошлась. Белым нужно сдаваться. Далее еще последовал размен. И после DE5 белые в этой позиции сдались. Хочу отметить высокое качество партии. Игры черных в этой партии. Потому что все ходы логичны, грамотно построены. И атака прошла эффективно и очень быстро. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачи вам. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...